Очередь из автомата Калашникова, выстрелы снайперской винтовки и разрыв связки гранат. Все это способны выдержать бронированные автомобили российского производства. Бронемашины, сделанные на базе УАЗиков, поставляются в российские славовые структуры. МВД, Минобороны, МЧС, Следственный комитет, Федеральную службу исполнения наказаний и Госнаркоконтроль. К российской продукции проявляют интерес и за рубежом. Бронированные УАЗы поставлялись в Сирию, военно-морские силы Индонезии, частным охранным предприятием в Ираке, а в скором времени крупную партию УАЗов закупит и Министерство обороны Индии. Мы подписали на сегодняшний день контракт на 840 машин. Первые два образца проходят ходовые испытания. Ходовые испытания, один образец проходит в Гималайе. Второй образец проходит сертификционные испытания. И мы планируем, что поставка начнется где-то в первый квартал 2010 года. Корпорация специализируется на скрытом бронировании. С виду обычный автомобиль, но внутри этой «Волги» броневой модуль пятого класса защиты. Выше, чем у подорванной машины президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Но бронирование автомобиля резко увеличивает его стоимость. То есть здесь соотношение цены по отношению к базовому автомобилю составляет 1,3. То есть если мы возьмем стоимость сегодня автомобиля УАЗ «Хантер» 380-400 тысяч, то значит бронированный автомобиль по пятому классу защиты от снайперской винтовки СВД будет стоить 1 миллион 200 тысяч рублей. Броня, безусловно, делает машину тяжелее. Отсюда потеря скорости. Для решения этой проблемы в УАЗы монтируют более мощные двигатели, иностранные. Так пограничники заказали вместительный бронированный УАЗ, который сохранил бы скоростные качества. Для этого автомобиль расширили на 30 сантиметров, увеличив вместитель с салона до 10 человек. И вмонтировали двигатель производства «Хендей». Терроризм вносит коррективы в будни в горячих точках. Бронируют все. Так, после Бесланской трагедии МЧС закупили бронированные пожарные машины. А в Ираке бронируют даже автомобили почтовой службы. Компании и производители уверены, что без работы не останутся. Егор Сазаев-Гурев, Игорь Мостовой, Никита Токарев, Infox.